Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Все вы знаете, что вчера не стало Вахтана, как и Кобидзе. Я снимал об этом видео вчера и сказал о том, что действительно человек очень известный и замечательный актер. Фильмы с ним хорошие, но вот как личность, как гражданин с его гражданской позицией. Вы знаете, что он очень сделал много антироссийских высказываний. Вчера пытались его обелить, сказать, что какой-то директор театра там в Грузии, что он любил Россию и так далее. Но по его высказываниям, конечно, не скажешь последним. Но вот громче всех сказал Борис Корчевников. Замечательнейший интервьюер. Мне он очень нравится. И замечательный человек. Он сейчас очень много помогает Донбассу. Пишут, Корчевников плюнул в умершего Кикобидзе. Вот что пишут СМИ. Российский телеведущий поспешил напомнить о прегрешениях отошедшего в лучший мир актера. По мнению Корчевникова, Кикобидзе был зашоренным и неблагодарным человеком. Соболезнования в связи со смертью звезды фильмов Нигарю и Мимино выразили многие знаменитости, в том числе российские. Однако Корчевников посчитал возмутительным то, что о покойном говорят только добрые слова. Значит, генеральный директор телеканала «Спас» напомнил, что в последние годы Вахтанг Константинович регулярно позволял себе антироссийские высказывания. Вот что говорит Корчевников. «Навсегда уже, наверное, этот человек останется для меня образом зашоренной распропагандированности и кричащей неблагодарности России, которые болеют чаще всего те, кому Россия больше всего сделала». По мнению Корчевникова, Кикобидзе не было бы без России, ведь он прославился именно на советском экране, благодаря русским, любящим его поклонникам. Корчевников считает, что любовь россиян была столь сильной, что артисту прощали даже все его звериные агрессивные заблуждения и поступки. Вот что он еще говорит, Борис Корчевников. «Не помню, чтобы кто-то разносил и плевал в дедушку, когда сам он со всей силы харкал во вскормившую его страну везде, где только мог. Врал про войну в Осетии, врал сперва про Майдан, а потом про конфликт на Украине. Всерьез говорил, что вступил бы в солдата АТО. «Много всего надел и наговорил. Горько, если он с этим, не раскаившись, и ушел, потому что неважно, с чего ты начал, важно, с чем ты закончил», — говорит Корчевников. Друзья, я считаю, что он абсолютно прав. Абсолютно прав. Очень четко выразил мысль, я думаю, очень многих людей. Друзья, что вы думаете на сей счет, пишите в комментариях. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео для поддержки канала. Кому нравятся мои ролики, можете поддержать канал Будда Гришна. Подписывайтесь на мой Телеграм, канал Будда Гришна Новости. Новости в формате 24 на 7, плюс мои ролики на социальные и политические темы. Друзья, здесь на Ютюбе есть тоже канал, он запасной, резервный, называется Будда Гришна Новости. Подпишитесь, чтобы мы с вами просто не потерялись в случае чего. Успехов, здоровья, всем пока, до встречи.